Министерство финансов Башкортостана 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 Просвитие промышленности станет обязательным условием работы с аналогичным федеральным фондом. По мнению экспертов, участие предприятий в займах по такой структуре – самая эффективная мера государственной поддержки. Сейчас мы подводим финансовые итоги недели в студии финансовый аналитик компании «Альфа Фокс» Станислав Баянов. Стас, при общем негативном тренде даже надежное золото показывает спад. Ждем от тебя подробностей. Сейчас рассмотрим. Золото всегда было валютой убежищем для многих инвесторов. Обычно спрос на этот актив проявляется в период о неопределенности или повышенной волатильности на рынках. Цена тройской унции упала за предыдущие пять недель на 67 долларов. На падение повлияло распределение активов в пользу доллара США на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и положительной статистики из Штатов. На этой неделе цена нащупала дно и формирует сигнал к развороту. Низкая стоимость золота повлечет вложения со стороны крупных игроков. Основные причины роста цен на металлы в этот раз – это риски геополитического характера. Кризис на Ближнем Востоке, проблемы в Катаре, нестабильная политическая ситуация. Спрос со стороны Китая на драгоценные металлы увеличится по сравнению с предыдущим годом, и это также повлияет на рост котировок. Кроме этого, поддержку окажет сохранение процентных ставок ФРС и сокращение доходности гособлигаций США. Основным фактором на этой неделе стала речь главы Федрезерва Джанет Йеллен. В своем заявлении она отметила сокращение уровня безработицы и возможное повышение процентных ставок в этом году в связи с восстановлением экономики. Однако в ближайшее время ужесточение денежно-кредитной политики не произойдет. Это сможет повысить спрос на металл в краткосрочной перспективе. Стоит дополнить инвестиционные решения таким активам, как золото в ближайшее время. Подробности, конечно, вы все. Спасибо, Стас. А напомню, это был финансовый аналитик компании Альфа-Фокс Станислав Баянов. И на этом пока все. Далее мой коллега Кирилл Кукош и программа «Взгляд». Субтитры подогнал «Симон»!